Всем привет, Blender 2.91. Вы мне пишите под роликами, сними уже мультфильм, уже пора. И вот я нашел старый свой проект, где я пытался сделать мультфильм, это еще год назад. Тут очень много я еще не знал. И вот давайте посмотрим, что тут да как. Сюжет мультфильма был такой. Значит, идет постоянный бой, дерутся защитники города против нападающих. Здесь вот вначале я хотел снять первый кадр, это поле боя. Столкнулся с тем, что очень много персонажей надо добавить, чтобы тут красиво так мощно все валялось, больше трупов, больше техники. Но у меня, повторюсь, техника не тянула это дело. Старый ноутбук был жестоко разбит, потому что он стал гнать и ремонтировать его смысла я не видел. Здесь, значит, находятся трупы убитых нападающих. Это вот скелеты. Почему скелеты? Потому что был бой, люди умерли, и получается, что они гниют, и периодически какая-то сила их заставляет вставать и биться за город, последний, который остался вдалеке. Защитники также просыпаются, или как это, воскресают, и начинается все по-новой. Вот такая здесь сюжетная линия. Трупы солдат, которые защищают город, и трупы, которые солдаты нападают. Значит так, здесь техника нападающих. Ну, взял я Т-34. Это вот для защитников города. Техника была, опять же, скачана с интернета. Все здесь, конечно, по примитиву. Сетка тут, давайте посмотрим. Я ее, как мог, облегчал. Раскрашивать, опять же, все это дело, очень трудоемкое занятие. Занимает очень много времени, если полностью раскрашивать Т-34, допустим, или каждого бойца. Вот такая сетка, вроде бы, неплотная. Децимейтом я ее облегчал, как мог. Некоторые детали просто в хлам. Но все равно тяжеловато, даже вот для этого ноута. Вы, наверное, видите, что вроде бы все движется, вертится. Но так вот заметно, что тяжеловато для ноутбука. Вот такая даже сцена. Это еще отсутствует. Я удалил задний фон неба. Какие-то детали были тоже удалены. Здесь находится окоп. Вот в таком состоянии, вот с такой вот сеткой. Ну, вот такая первая сцена. Выглядит она со стороны. Вот так. И ошибка моя была в чем, что покадровку камеры я сделал на 65 кадров. Очень мало. Надо было чуть-чуть затянуть этот процесс, хотя бы кадров на 150, на 200, чтобы камера показывала более медленно все это дело. И получается, смотрите, как она движется. Да, быстровато. Очень быстро. Ну, это вот моя была такая вот ошибка. Рассмотрим давайте другой кадр. Здесь вот уже, когда бойцы просыпаются, они приобретают цвет. Сначала цвет появляется вот у этих бойцов. Потом земля должна, по идее, приобрести цвет танки. И все это должно происходить поэтапно, так вот мягко. Ну, так как анимация у меня была для экономии времени и сил взята из миксама, ну, вот эту вот анимацию я писал сам, где боец первый встает. Это вот должен был оклематься вот первый боец. Следом должны были встать бойцы, которые находятся вот сзади, убитые. Вот так. И они как бы вдаль смотрят и готовятся к бою. Опять же, для экономии ресурса моего ноутбука у меня не получилось им каждому дать в руки именно автоматы, чтобы они стреляли. Опять же, с озвучкой я не умею озвучивать. Просил многих людей, которые более-менее, ну, кто-то хорошо, кто-то чуть-чуть похуже. Ну, все равно лучше, чем я, могут озвучить вот эту сцену. Сзади алый закат. Вот вы видите. Так, тут песок, должны были быть воронки. Ну, словом, сцена бы была очень перегружена. И все вот это дело делалось именно на, как, чтобы максимально меньше затрачивать ресурс вот этого моего предыдущего ноутбука. Так, это вот такая сцена. Здесь уже более-менее все раскрашено. И вдальние вот эти вот, вдали, которые должны быть, трупы, танки, техника я убрал. И хотел просто запомнить вот фон, вот этот фон, где будет происходить событие подъема вот этих солдат. Давайте посмотрим следующую сцену. Здесь вот такая сцена. Кое-где отсутствуют текстуры. Но это не беда. Можно все дело, конечно, подгрузить. Все это восстановить. И вот в этой сцене уже бойцы встают, просыпаются и происходят опять же события. Ну, вот такая сцена. Задний фон. Вот такое вот алое небо. Загораться оно должно было еще ярче. Такие приобретать более-менее кровавые цвета. Земля из песка должна была преобразовываться в такой грязно-бурый цвет, чтобы, ну, придать именно, как сказать, трагизма, что ли, вот этой сцене и надвигающихся, так сказать, надвигающихся событий. Ну, вот такая вот сцена. Следующая сцена здесь, значит, идет нападение и уже бой. Опять же, людей пришлось сделать мало. О мимике и разговорах и каких-то других деталях более-менее, которые продлят вот эту сцену, ну, речь тоже, как говорится, не шла. Потому что здесь, чтобы все это дело более-менее нормально делать, опять же, нужны мощности. Ну, вот что-то в таком духе. Давайте теперь рассмотрим персонажей и потом в конце ролика вы можете посмотреть вообще, что получилось и какой результат у меня был. Значит, вот первый персонаж – это положительный, так сказать, солдат, который должен был защищать город. Он немножко, конечно, подгнил. Где-то что-то, какие-то детали отсутствуют. Ну, вот такая штука. Можно его, конечно, теперь выбрать, сгладить, шейдер смут сделать, зайти в шейдинги и, допустим, немножко его тут, ну, как бы преобразить, да? Добавить ему металлика и убрать рафность вот этот. Ну, вот уже более-менее он лучше вроде как выглядит становится. Рёбра вроде лучше стали после сглаживания. Ну, настройка костей, конечно, по прошлым роликам. Ничего тут сверхъестественного нет. Всё, вы видите, работает нормально. Сетка у него как можно меньше сделана, опять же, децимейт. Можно здесь сделать ему анимацию. Давайте теперь рассмотрим врага. Вот это у нас, значит, враг. Тоже я вставлял кости. Думал делать анимацию полностью, прописывать какие-то сюжеты, драки. Ну, всё, опять же, пошло не так. Надолго этот проект на целый год забросил. Так, вот здесь у меня почему-то развертка плохо принимается. Так, вот она. Вот так вот выглядит нападающий. Вы видите, что в каком состоянии именно этот персонаж. хотелось бы сделать, конечно, ему анимацию лица добавить, там, какие-то сюжеты. Всё, ну, чтобы он с автоматом подбирал автомат, там, как-то более-менее создавал сюжет, движение, какие-то события. Ну, был более живой, что ли. Ну, это вот такой вот персонаж. Это скелет уже нападающего. И кадр города именно у меня сейчас отсутствует. Модель города я показывал тоже в роликах, где хотел сделать уже другой мультфильм вот на основе вот этого, вот этой наработки. Хотел сделать анимацию именно персонажей, заменил главного героя, сделал ему анимацию именно лица, сделал, снимаю, он шлем мог снимать. Вы, наверное, видели этот ролик. Я оставлю его в описании. Ну, опять же, всё потребовало больших затрат. И я это дело опять отложил, бросил. Итак, вот такая вот сцена, вот такой был сюжет. И сейчас посмотрите, что у меня получилось. Возможно, это можно ещё переработать, как-то воскресить эту тему, сделать более-менее нормальный мультфильм. Где-то хотя бы минут на 7-8. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...